Привет, Эклика. Привет. Привет, рада тебя видеть. Как дела? Хорошо, спасибо. У тебя? Хорошо, да, все хорошо. Какие новости? У меня, с меня моя семья сейчас, и сын ходит в школу. Как давно он ходит в школу? Да, но сейчас французская школа в Японии. Французская школа в Японии, да. Французская школа. И как давно, сколько недель или сколько дней он уже ходит? Три недели. Да, как он себя чувствует? Эта школа другая или она очень похожа на обычную французскую школу? Да, очень похожа. Он скажет, что когда он в школе, он не помнит, что он в Японии. Да, да. Из каких стран дети в его классе? Из Франции. И большинство из Франции есть из Японии. Но обычно есть один родитель французского. Один родитель французского. Это большая школа? Нет, нет, маленькая. Да, и сколько человек у них в классе? Ну, примерно. 20, но его классе больше, the biggest. О, самый, да, самый большой. Самый большой, да. Самый большой, 20 человек, да, это много, да, 20 человек. О, да, хорошо. Да. И как у тебя дела? Хорошо. Есть там много работы, но сейчас каникулы. В апреле начинать новый учебный год. Ага, новый учебный год или это новый семестр, например? В Японии новый учебный год в апреле. Ага, да, значит, например, если человек закончил один курс, то это в марте, да, или в феврале, да, и в апреле это уже следующий курс, например, второй. Да, да. И есть люди, которые дипломируют. Получают диплом? Получают диплом, да. Ага, они получают диплом в марте или в апреле тоже? В апреле я сегодня видела. Да. У тебя сейчас каникулы, и в апреле ты начинаешь учиться. Я хожу в университете с каникулами, но это не строго. Ага, но это не обязательно, да? Не обязательно. Ты можешь ходить, можешь не ходить. Да. Но ты ходишь, у тебя есть лекции или ты занимаешься? Лекции нет, я работаю на компьютере. Да, да, понятно. Сколько недель у вас каникулы? Две недели, думаю. Да. А, например, если дети учатся в школе, у них тоже учебный год начинается в апреле? Да. Да, если это японская школа, да? Да, да. А если это французская школа, то, как обычно, в сентябре. Да. Например, у твоего сына, у него, как обычно, летом каникулы. Да, точно. Ну, да. Теперь я понимаю. Хорошо, да? Как, чем занимаешься на каникулах? Куда вы ходили, ездили? Да, с семьей мы ходили в горе, в городе, гуляли. Сейчас это cherry blossoms. Ага, это cherry, это вишня. Вишня, да. И дерево, это тоже вишня, мы можем сказать. Вишня цветёт. It's blooming, да? Вишня цветёт. Да, это очень важно в Японии. Это только одна неделя, и люди любят гулять, есть, пьёт и смотреть. Вишни. А почему вишня в японской культуре, это такое, и эта неделя, она такая важная? Что это значит? Почему именно вишня, это не какое-то другое дерево или цветок? Думаю, потому что только одна неделя и другие цвета и даровья. Долго цветёт, можно смотреть, но вишня надо... Надо успеть, у тебя только одна неделя, да? Да, да. Да, надо успеть. У нас есть слово цвет, да, это color, да, мы говорим синий цвет, красный цвет. Есть цветок, да? Ага, да. Цветок power. И множественное число будет цветы, да? Цветы. Да, цветы. Потом есть слово дерево, одно дерево. Есть деревья, да, множественные деревья. Значит, мы говорим цветы и деревья цветут, да, множественное число цветут, да. Цветёт вишня одна, цветут деревья, да, деревья цветут. Цветут долго, поэтому это не такое особенное, да, событие. Да. В Киото, в городе много вишни, много вишневых деревьев? Немного, но есть карты, maps, которые показывают, где есть вишни. Где ты можешь найти вишню? Да. Это так важно, да? Ты уже сделала красивые фотографии? Да, да, сделала. Да, понятно. Какие ещё праздники или фестивали есть весной? Потому что обычно весной во всех странах есть какой-то праздник, потому что это как новый сезон, да? Да. Да, японцы говорят, что вишня пролита и осень, разноцветные листья. Листья, да, разноцветные листья. Да. Тоже есть какой-то праздник или... Праздник, да, думаю, есть праздник golden week, золотая неделя. Золотая. Да, золотая неделя. Не знаю, когда, но думаю осень. Логично, думаю. Ну, я думаю, да, должно быть, потому что золотая неделя. Да. Золотая неделя. О, хорошо, да. Вы уже ездили или ходили куда-то с семьёй на какой-то праздник или какое-то интересное место для детей? Да. Две недели назад мы ездили в один город Нара. Олени, которые гуляют на улице. Ага, это национальный парк? Нет, парк – это город. Не понимает, почему есть олени на улице. Олени могут гулять в городе, да? Это большие олени или это какие-то другие олени? Потому что олени – это большие животные. Большие, да. Да, то есть это нормально, они гуляют в городе. Твоему сыну понравилось? К ним можно подойти, ты можешь потрогать их, да? Да, да. Они не боятся? Нет, не боятся. Они немножко агрессивны. Да? Но они не опасны? Это не опасно? Нет, не опасны. Ага, хорошо. Это город или это деревня? Город, но маленький, думаю. То есть это маленький город, но это не ферма? Это прям… нет, это не ферма? Нет, это ферма, есть большие улицы, магазины, здания. Олени. А где живут олени? Это какой-то парк? Да, да, есть парк. Олени. Но олени живут в парке, да? Да. Ага, да. Как интересно, да? Хорошо. Хорошо. Да, я думаю, я видела у тебя в Фейсбуке фотографии, где… Ага. Да, наверное… Я помню, что там были животные, да? Я думала… Да, да, на фотографии не видится очень много. Или… Да, 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 это правда. Фотографии всегда выглядят по-другому, да? Чем… Да. Все в жизни. Да. Чем в жизни. Да, хорошо. Ты сейчас успеваешь изучать языки? У тебя есть время, чтобы изучать языки? Потому что ты учишься, работаешь, у тебя семья сейчас с тобой. У тебя есть время, чтобы продолжать изучать? Да, есть. Для меня это не работа, это отдыхание. Хани. Отдых. Это отдых. Отдых, да. Какие языки сейчас ты изучаешь… Я имею в виду, на чём ты фокусируешься? Какие языки изучаешь больше? Японские, конечно, потом русские, греческие и… Греческие? Греческие. И испанские. Да, это всё. И у тебя сейчас есть уроки греческого языка, испанского и русского, да? Да, да. Ты делаешь эти уроки? Да. Берёшь уроки, да. Да. Ага. О, интересно. А какой язык из этих, испанский, греческий, русский, ты знаешь лучше всего? Испанский. Испанский, конечно, да. А греческий? Нет, греческий один. Я начинала один год назад. Ага, понятно, да. Но ты сейчас можешь говорить по-гречески как по-русски? Или нет, не как по-русски? Нет, нет. Я не могу говорить свободно. Да. Греческий язык изучать трудно? Нет, не очень трудно. Граматика похожа, българская граматика. И слова мы используем по-английски и други языки много греческие слова. Демокрация, фобия. Да. Да. Значит, слова, да, слова, это слова, да, слова, которые мы используем в английском языке, да, мы используем и в греческом тоже, очень часто. Слово. Слово и слова, да. Это как, например, город, города, да, ты помнишь, город, города, слово, слова. Города, да, это множественный плюрал, да. Я хотела тебе сейчас прислать файл, потому что мы сегодня потренируем слово. Нам сегодня не очень нужен этот файл, но мы откроем, мы немного прочитаем текст. Мне нужен доступ. И мы сегодня потренируем слово летать и потренируем, да, потренируем слово летать и потренируем какие-то слова, которые относятся к теме путешествия, да, путешествия, аэропорт, отель, да, то, что нам нужно, когда мы именно ездим. Да. А летать точно так же, как ходить и ездить, да, это глагол движения, да, глагол движения, и мы помним, что у нас у глаголов движения есть две формы настоящего времени, это, как мы говорим, я хожу, I go, я иду, I am going, да. Да, да, то есть обычно другие глаголы, это одно и то же, одна форма, например, я готовлю, I cook, это I am cooking, I cook, это я готовлю, одна форма настоящее время. Но глаголы движения, да, у них две формы настоящего времени, я хожу, давай я напишу тебе сейчас в чате, так, у нас есть я хожу, я иду, да, я иду. Если это я езжу, я езжу, я езжу, I drive, например, или I go by the bus, да, и я еду. Еду, да, и летать, это такой же глагол движения, у него есть форма я летаю, это I fly, да, я летаю, это стандартный глагол, да, мы сейчас сделаем все формы, напишем все формы. И есть глагол лететь, лететь, это I am flying, например, я лечу, я лечу, это I am flying. Так, летать, это обычно, всегда регулярно, да, летать. Давай распрягаем, скажем все формы я, ты, он, она и так далее. Я летаю, ты летаешь, он, она летает, мы летаем, вы летаете, они летают. Летают, да, это очень стандартный глагол. Например, как часто ты летаешь на самолете? Я летаю, например, пять-шесть раз в год, да, пять-шесть раз в год, да. Ты любишь летать? Я не люблю летать, но у меня нет проблем лететь. Да, нет проблем, просто ты летаешь, чтобы просто прилететь в этот год за эти дни, пять-шесть раз в год. Потому что некоторые люди, они любят этот процесс, они любят быть в аэропорту, в самолете, именно это все, да, пять-шесть раз в год. Я летаю часто, да, когда ты летала в прошлый раз? Я летала, когда я приехала в Японию, в октябре. В октябре, да, в октябре, да, значит, прошедшее время летать, это летала или летал, или летали, да, например, я летала в октябре. Если мы скажем, я летала в октябре, это значит, как я пользовалась самолетом, можно сказать так, да, I fly, I flew somewhere, да, я летала в октябре. Пять-шесть раз в год. Теперь, если мы возьмём лететь, форма будет я лечу, да, а потом это будет буква Т, да, то есть только я лечу, буква Ч, я лечу, а потом будет буква Т. Летишь. Летишь, да, всё, научим, только Т, да, ты летишь. Он, она летит. Летит, да. Мы летим, вы летите, они летят. Летят, да, они летят. Мы можем использовать я лечу, когда мы находимся в самолёте, например, я в самолёте, да, и я говорю, например, сыну, я говорю, мы летим над over something, да, над морем, например, да, мы летим сейчас, да. Или как наш план, потому что это I'm flying, мы можем использовать в октябре, я лечу во Францию, да? Да. Да. Мне кажется, у меня идёт революция. Да. О, мой гад. Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, когда ты планируешь лететь, да, во Францию? Я планирую лететь в Францию летом, в июле, может быть. Да, летом в июле, да. А ты планируешь лететь в Болгарию в этом году? Да, тоже в июле. Тоже летом, да? Да. Тоже летом. И потом осенью ты опять летишь в Японию, или вы опять летите в Японию, да? Да, мы летим в Японию. Да, вы будете учиться. Ты будешь учиться. Твой сын тоже. Теперь давай откроем здесь номер один, упражнение один. И у нас здесь есть небольшая история. Да. Да, небольшая история. Да, кто куда летит. На этой неделе я лечу на важную встречу в Питер. Со мной летят мои коллеги Жанна и Виктор. Мы остановимся в прекрасном отеле на берегу Невы. В отеле есть бассейн и отличный спортзал. Для меня это очень важно, потому что я готовлюсь к соревнованиям по триатслону и должен заниматься несколько раз в неделю. Три раза в неделю я плаваю в бассейне и три раза в неделю бегаю на стадионе или в парке. Я отдыхаю один раз в неделю, но даже в этот день я не сижу дома и гуляю. Во время соревнований я должен проплить три километра, проехать на велосипеде 80 километров и пробежать 20 километров. Да, пробежать 20 километров, да. Здесь мы используем я лечу, потому что это план, да. Так, давай посмотрим, что такое Питер. Петербург. Петербург, да. Обычно все жители России называют Сан-Петербург Питер, да. Поэтому я лечу в Питер, или я живу в Питере, или она из Питера, да, это суперчастое, да. Есть радио, которое называется Питер-ФМ. Ага. То есть это суперчастое название для Санкт-Петербурга. Да. Да, я лечу в Питер. Мы остановимся в прекрасном отеле на берегу Невы, да. То есть у нас есть река, это что такое Нева, если это берег. Берег. Река. Река, да. Река в Питере, Нева, повторение на А, и на берегу Невы, да. Да. Отель на берегу Невы. Ага. Теперь, почему этот человек хочет остановиться в отеле, где есть спортзал? Потому что он, у него есть сравнивание по триатлону, и должен заниматься. Он должен заниматься спортом, да. Он должен заниматься, тренироваться, да, и готовиться, да. Готовиться, is to prepare for something, да. Готовиться, например, к, and then date of case, например, к экзаменам. Я должен готовиться. Если мы скажем, я должен готовиться, это не обязательно говорить к экзаменам или к важной встрече. Мы можем сказать, я должен готовиться. Это как? Я должен заниматься, учиться. Да. Я должен готовиться. Теперь, с кем летит этот человек? Он летит с коллегой, Жанной и Виктор. Да, с коллегами, да, он летит с коллегами, да, Жанной и Виктор. Они остановятся в отеле, да. Как часто он занимается спортом? Шесть раз в неделю. Шесть раз в неделю. Что он делает? Три раза он плавает в бассейне, три раза он бегает на стадионе или в парке. Три раза плавает, три раза бегает, да. Ага, хорошо. Если у него выходной, что он обычно делает? Он отдыхает дома или тоже занимается? Он гуляет. Да, он очень активный человек, да. В выходной день он гуляет. Да. А что он должен сделать на соревнованиях? Он должен проплить три километра, проехать на велосипеде 80 километров и пробежать 20 километров. Да, пробежать 20 километров. Это Iron Man, наверное, да? Да. Да? Это есть. Я думаю, триатлон – это и есть железный человек, Iron Man, да. И я думаю, что… Да, я смотрела фильм, испанский фильм для Iron Man. There was disabled man doing it. А, и он… этот фильм называется Iron Man? Так он называется? Ага, да. Ага, да. И там были такие расстояния, да? Да, да. Да, потому что я знаю, что это велосипед, это плавание и бег. Да, но… Да. Но там есть разные как уровни, да, different levels, уровни. Да. Поэтому я думаю, что это такой трудный уровень уже, да, три километра. Но теперь мы видим здесь глагол «плавать», да, «плавать» – это тоже глагол движения, to swim. И есть глагол «плыть». Здесь идея такая же. Плавать – это регулярно, плыть – это прямо сейчас. Я плаваю, я плаваю, и я плыву. Я плыву, да. We will not contribute «плавать», это мы сделаем в другой раз, потому что сегодня мы будем тренировать больше «летать», глагол. Но просто, чтобы мы понимали, что глаголы движения – это не только «ходить» и «ездить», это ещё и «летать», «плавать», «бегать», да? Теперь, «бегать» – то же самое. Я бегаю. Так, «бегать», и есть «бежать», «бежать». «Я бегаю» – это регулярно. «Я бегаю», «занимаюсь спортом», и «я бегу». Если мы добавляем префикс «про», «проплыть», «проехать», «пробежать» – это всегда расстояние, это дистанция. Мы всегда используем, например, «я могу проплыть», и потом «моя дистанция», сколько я могу проплыть. Может быть, я могу проплыть, я не знаю, может быть, 500 метров – это максимум. Да, хорошо. Ну, я не уверена. Да, теперь «проехать». Я могу проехать на велосипеде, не знаю, может быть, ну, давай напишем 10 километров. 10 километров, и я могу пробежать, например, 8 километров. Хорошо, теперь то же самое тебе вопрос. Сколько метров или километров ты можешь проплыть, сколько километров проехать на велосипеде, и сколько километров пробежать? Я не могу плавать. Да не умеешь плавать. А, да, я помню, да, я помню. Да. На велосипеде? Не знаю, но, может быть, я тоже могу проехать около 10 километров. Я пробегала на септемвре, я пробегала 5 километров. Я думаю, да, если ты пробегала 5 километров, значит, ты можешь 10, да? Да, ну, обычно это, я думаю, да. Да. Ага. Ты сейчас ездишь на велосипеде в Японии или нет? Нет, у меня уже нет велосипеда. Уже нет? Ты ходишь пешком или используешь метро? Я ходу пешком, но когда я с сыном, мы ездим на поезд. На поезде. Поезд это метро или это поезд? Это поезд и метро. Это все самое метро под землей. Да, под землей. Под землей и на земле. Под землей и на земле. На земле. Наземное метро, да? Да. Подземное, наземное. Да. Так, теперь. Проехать можем использовать тоже, когда мы за рулем. Например, сколько часов ты можешь проехать или сколько километров ты можешь проехать за рулем без остановки? Я могу пробегать... Ехать, ехать, да? Приехать, да-да. Двеста километров. Двести километров, да, без остановки. Да, как ты скажешь, например, скажем, вчера используем прошедшее время, и теперь мы используем глагол проехать в прошедшем времени, например, там, пятьсот километров, да? Как мы скажем в прошедшем времени? Проехала. Проехала, да. То есть, вчера я проехала. Если это мы... Мы проехали... Да? Угу. Пятьсот километров, например. Да. Мы проехали пятьсот километров. Да, хорошо. Теперь еще один глагол, который нам нужен в этом тексте, это остановиться, да? Это второе предложение. Мы остановимся в прекрасном отеле на берегу Невыкси, да? У нас есть глагол останавливаться. 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 This is imperfective. Останавливаться. И есть остановиться. Остановиться. And this would be perfected. Останавливаться, да? Угу. Да. Это длинное слово, да? Останавливаться. Это обычно, да? Мы используем... Да? Давай прочитаем. Останавливаться. Останавливаться. Да. Для тебя это нетрудно, да? Останавливаться. Я люблю останавливаться. Я хочу останавливаться, да? Можем сказать. Я должен останавливаться. Мне нужно останавливаться. Все это регулярно. И останавливаться, это stay, это как, останавливаться в отеле, или, например, я еду за рулем, и я говорю, мне нужно остановиться, потому что светофор и красный свет, да, то есть это stop, да, stop, это остановись, останавливаться, остановиться. Так, теперь давай возьмем останавливаться и поставим в разные формы. This is reflexive, so the ending would be sit or sat, да, я останавливаюсь, останавливаю, как обычный глагол, and then sat, я останавливаюсь. Так, ты останавливаешься. Да, останавливаешься. 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 Он или она? Останавливается. Да, останавливается. Мы. Останавливаемся. Останавливаемся. Мы. Останавливаемся. Останавливаемся. Да, останавливаемся. Останавливаемся. Да, останавливаетесь. Останавливаетесь. Так, и они. Останавливаетесь. останавливаются. Да, они останавливаются. Это когда мы делаем регулярно, да, мы всегда. Теперь, когда вы путешествуете, вы останавливаетесь в отеле или снимаете, снимать квартиру, например. Например, снимать квартиру. Снимать – стандартный глагол. Снимать значит to take off something, как снимать туфли или снимать футболку и снимать квартиру, не знаю почему, means to rent. And to take a picture? Да, тоже снимать, да. Like to shoot, да. О, ты снимаешь? Are you filming? Да. Да. Как вы путешествуете? Вы снимаете или останавливаетесь в отеле? Мы останавливаемся в отеле. В отеле, да. В каком отеле, ты можешь описать, в каком отеле вы останавливались в прошлый раз? Это был большой, маленький отель? В каком городе? Когда был, не знаю, да, мы… Любой, любой отель, просто любой отель, ты помнишь. Летом на море в Булгарии мы останавливались в маленьких отеле на море, Близо до море. В маленьком отеле на море, да. Тебе нравится останавливаться в отеле в городе, в центре города или за городом? За городом. За городом. Да, это приятно для отдыха. Да, приятно для отдыха. Если вы приезжаете в большой город, да, вы тоже предпочитаете останавливаться в отеле? Если это не на море в городе, да. Да, обычно, да, но сейчас я смотрю оферты, букинг, есть отели, но есть тоже квартиры. Если квартиры удобнее, нет, дорогие, это тоже хорошо. Да, я смотрю предложения, да. Оферты, да, есть слово оферты, но обычно оно используется, когда мы говорим про финансы. Да, то есть финансы в сфере оферты, да, но предложения обычно, да, предложения. Да, например, на сайте есть предложение или у нас сегодня специальное предложение, да, спешло. Специальное предложение. Да, и теперь останавливаться регулярно и есть остановиться. Остановиться. If we conjugate perfect, we get future. Это будущее время. Я остановлюсь. Остановлюсь. Это значит I will stay or I will stop. Я остановлюсь. Ты остановишься. Он или она? Остановиться. Да, да. Остановиться. Остановиться. А мы? Мы остановимся. 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 Остановитесь. Остановитесь. Да, вы остановитесь. Остановимся. И они? Остановятся. Остановятся. Да, они остановятся. Остановится. Они остановятся. Так. Я остановлюсь, он остановится. Вопрос где? И мы используем... So that would be prepositional. В отеле. Или там в доме. Да. Теперь, если это люди... Например, я хочу сказать... Родители, друзья. Мы используем у. У меня. У меня будет... At my place. Например, мои друзья остановятся у меня. At my place. То есть это легко. У and plus genitive. Так. Например, они остановятся... У меня. У меня. Давай вспомним, как мы используем у. And then genitive. У меня. Потом. If it is ты. У тебя. У тебя. Так. At his place. У него. У него. Теперь она. У нее. У нее. У нее. Да. Then... Мы. У нас. У нас. Вы. У вас. У вас. И они. У тебя. У них. У них. Да. У них. У них. Да. Но окончание. Да. Это будет ях. У их. Эндинг. Да. Все правильно. Например, родители. У родителей. У родителей. У родителей. Because it is soft sign. Родитель. Да. Ты можешь посмотреть. У нас здесь есть. Да. We have genitive here. So plural genitive. Ей. Эндинг. Родитель. Это он. So родитель. Singular. It is masculine. Родитель. So plural. Родителей. If it is soft sign. Or letters like. Ч. Ч. К. And so on. Yes. So that would be. Друзья. У друзей. Друзей. Да. У друзей. Then if it is my parents or my friends. That would be их. Да. Их. Эндинг. So их. Эндинг for. Yeah. For adjectives. Ого. У. Моих. Моих. Родителей. Да. У моих родителей. Да. Then at your friends. У твоих друзей. Да. У твоих друзей. У ваших друзей. Так. At our friends. У. Наших друзей. Наших друзей. Да. У наших друзей. At your friends. But. У. У. У ваших друзей. У ваших друзей. И теперь. If it is her friends. His friends. We don't change her or his. Будет его или ее. То есть. We don't change. Да. То есть. У его друзей. И у ее друзей. У. Друзей. Друзей. Я устанавливаюсь у родителей. Я устанавливаюсь почти каждый раз, когда я в Болгарии. Останавливаюсь. Останавливаюсь. Да. У родителей. Да. Останавливаюсь у родителей. Хорошо. Теперь в нашем тексте. В каком отеле остановился? Нет. Это the future. Останавливается этот парень. На прекрасном отеле на берегу Невы. Да. Он остановится в прекрасном отеле. Да. Хорошо. Когда ты поедешь во Францию, ты остановишься где-нибудь по пути? Это значит, что will you have a stop or it will be a direct flight. Ты остановишься в каком-то городе? Нет. Я не остановлюсь. Нет. Это не нужно. Да. Это прямой рейс. Да. Да. Прямой. Прямой is direct. Рейс. Это будет прямой рейс. Да. Если есть остановка. Остановка. Is a stop. Да. Мы можем сказать это рейс с пересадкой. Мы используем остановка like a place. Это как остановка автобуса like a bus stop на остановке. Пересадка это только когда when we change, да, рейс с пересадкой. Например, у меня, I have, да, у меня рейс с пересадкой, с пересадкой в, например, когда я лечу в Россию, у меня рейс с пересадкой в Стамбуле. Да. Иногда. Да. Да, с пересадкой. Из Японии, из Киото, да, во Францию есть прямой рейс, да? Да, 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 есть прямой рейс от Парижа, из Киото. От Парижа до Киото. Из Киото до Парижа, да. Сколько часов занимает полёт? So, полёт is also flight, but like process of flight, да, полёт. Сколько часов занимает полёт? Денадцать часов. Да. Да, сколько часов занимает полёт? Что ты делаешь? Ты сильно устаёшь? Ты сильно устала, когда ты летела в Японию? О, да, да. Да. Я смотрела в фильме. Да, я посмотрела много фильмов, да? Да. Это правда. Хорошо. Так, теперь давай возьмём второй диалог. Это тоже ситуация, где две девушки встретились в аэропорту. Привет, Ксуша. Сколько лет? Сколько зим? Наташа, сто лет тебя не видела. Что ты тут делаешь? Летиешь отдыхать? Да, мы с подругой летим в Турцию на две недели, а ты? Я тоже лечу этим рейсом, но ты знаешь, я же работаю в Турции, поэтому лечу по работе. Правда? А где сейчас работаешь? В туристической компании. Мне приходится лететь в Турцию и на Кипр примерно раз в два месяца. О, это же работа мечта. Ты знаешь, я раньше тоже так думала, но я бы и не сказала. Во-первых, я боюсь летать, а во-вторых, я редко вижу мою семью. Но ты знаешь, мне кажется, в этом больше плюсов. Я сейчас лечу отдыхать, как раз чтобы отдохнуть от семей. Да, отдохнуть от семьи, да. Так, давай посмотрим фразы. Привет, Ксюша. Сколько лет, сколько зим, да? Ты знаешь такую идиому или нет? Нет, 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 я знаю. Сколько лет, сколько зим. Лет имеется в виду лето, да? Summer, зима, как зима, winter. Если мы говорим сколько лет, сколько зим, это значит I haven't seen you for ages, да? Сколько лет я тебя не видела и сколько зим я тебя не видела очень долго. Это то же самое, что сто лет тебя не видела, да? Примерно то же самое, я тебя не видела сто лет. Сколько лет, сколько зим, да. Да, да, и обычно мы используем сколько лет, сколько зим, и нет никакого продолжения. Мы не говорим я тебя не видела, сколько лет, сколько зим. Только вот так, да. Я говорю о, привет, сколько лет, сколько зим. Да, sounds like that. Так, теперь я лечу по работе. Что это значит? To fly for work. Да, да, да. Это может быть командировка, встреча или что угодно, да, по работе. Теперь мне приходится летать. Приходится. Feel like flying. Приходится, это I have to. Это значит, я не лечу, но мне нужно, да. Эта девушка, она, ей не нравится летать, да, она говорит, не приходится летать. Так, Турция. Turkey. Турция. И Кипр. Кипр, Cyprus. Да. Раз в два месяца. Dream job. Как мы скажем dream job? Работа мечты. Мечты, да. Работа мечты. Получается, it is a job of a dream. That is a мечта. Потому что мечта, да, мечта. Мечта is a dream. Not my dream. Это мечта, это как моё желание. Да, потому что в русском языке мы не используем мечта. Когда мы спим, это сон. Да, по-балгарски тоже есть два слова. Все другие языки есть один. Да. И японский тоже. По-японски тоже это одно слово или два? Да, одно. Одно. Для меня это всегда было странно. Я думала, но когда я сплю, это не моя мечта. Да. Да, это... Ну, сон, да. Сон, это... Мы говорим, я видела сон. О, я сегодня видела интересный сон. Да. Или я видела, например, something. Я видела тебя, somebody. В окне. That would be in my dream. Но мечта это... Ну, да. Мечта это то, что я хочу. Это моя цель. Да. Цель или... Понятно. Работа мечты. Окей. Теперь. Куда они летят? Они встретились в аэропорту, да? Ага, да-да. В Турцию? В Турцию, да. И они обе летят в Турцию. Ага. Так. Мы с подругой летим в Турцию на две недели. Как долго ты там будешь? Две недели. Так. Ага. Почему летит Ксюша и почему летит в Турцию Наташа? Just calculating who is who. Сейчас мы посмотрим. Мы летим в Турцию на две недели. И это... Ксюша и Сенга. Ага. Ксюша летает в Турцию отдыхать. Она летает или летит сейчас? Она летит. Летит, да. И другая Наташа. Наташа летит по работе. По работе, да. Летит по работе, да. Она часто летает в Турцию? Да, она летает в Турцию примерно раз в два месяца. Да, да. Довольно часто. Ей нравится её работа? Нет. Сначала её нравилось, но сейчас её не нравится. Почему не нравится сейчас? Потому что для этой работы она не отдыхает, когда она летает. Да. И она даёт две причины. Она говорит, во-первых, и во-вторых. Во-вторых, я боюсь летать, да, и у неё есть фобия, или ей не нравится. И во-вторых, я редко вижу мою семью, да. Она летает один раз в два месяца. Да. Да. И почему эта работа понравилась бы для её подруги? Понравилась бы её подруге? Потому что её бы понравится отдохнуть от семьи. Да. Давай скажем, she would like. Она бы хотела, да? Она бы хотела. Хотела, да. Отдохнуть от семьи или... Да. Она бы хотела. И она говорит, в этом больше плюсов. То есть мы используем слово плюс и минус, да, как advantage, disadvantage, плюс. В этой работе есть плюсы, в этой работе есть минусы, да. Хорошо. Да. Я сюда, в этот файл я добавлю упражнение 2, ну, let's say, 2.1, 2.1, да, где... Хорошо. Чтобы потренировать глаголы, да, летать, остановиться. Да, летать и остановиться. И в следующий раз мы продолжим. Хорошо? Хорошо. Так, тогда, да, я была рада тебя видеть. Желаю вам хорошо провести время, каникулы, да? Я тоже. Спасибо, спасибо. Ладно, увидимся, да, в следующий раз. Да, пока. Пока-пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok